Всем привет, с вами Пикал Хиоро и Хигэши, мы продолжаем прохождение визуальной новеллы Сван Сонга, Песня Лебедя. Ночь опустилась на школу, когда здесь были Арои Чан и Хибари, я делил этот закуток с ними. Он достаточно большой, даже до трех человек. Теперь это место только мое. Блокнот Арои Чан, что всегда висел у него на шее, привлекает мое внимание. Я беру в руки и перелистываю страницу, внутри слова, которыми Арои Чан всегда пользовалась. Например, кофе и спасибо. Я продолжаю его листать, думаю, что здесь почти все слова, что произносил Ароя. На последней странице читаю. Человеку, который найдет этот блокнот или тому, кто заботится об Ароя, подчеркажется женский и округлый, наверное, это написала старшая сестра Арои Чан. Этот блокнот называется «Книга общения», и он очень важен для Ароя. Если этот блокнот утерян, пожалуйста, воспользуйтесь приведенными ниже контактной информацией. Если Ароя потеряла смесь с блокнотом, пожалуйста, также воспользуйтесь контактной информацией. Если Ароя дуется, пожалуйста, дайте ей этот блокнот и выслушайте Ароя, сможет говорить и успокоиться. Если вы не будете торопиться, выслушайте ее. Ару не может нормально разговаривать, потому что она думает и чувствует не так, как остальные люди, поэтому смысл ее слов может сильно отличаться, если она то, что она разговаривает на том же языке, что и мы. Она может делать то же самое, что и мы, но по совершенно иным причинам. Поэтому, пожалуйста, не сердитесь на нее, если не будете ее понимать. Пожалуйста, не сердитесь на нее, даже если она сделает что-то странное или удивительное. Даже если Ару это позволяет. Не делайте, если ничего, чего бы не стали делать с обычным человеком. Ару не может отличить хорошее от плохого. Даже если это то, что делает обычного человека счастливым. Пожалуйста, не делайте этого, если Ару выказывает неприязнь. Ару может не понравиться то, что делаем мы. А Роя иная, хоть и выглядит она так же, как и мы. А Роя на этом и закрываю блокнот. Не могу заставить себя читать дальше. Теперь у нас меньше еды. Люди из комитета бдительности подбодривают нас. Говорят, что мы сможем отправиться на её поиски после окончания конфликта. Но все в школе знают, что они просто утешают нас. Если бы еды было много, не было бы причин для вражды. Мы не можем достичь компромиссы. Люди каждый день умирают из-за того, что проблема стоит все острее. Но никто об этом не говорит, поскольку ничего хорошего об этом не скажешь. Все говорят, что общество дайчи должно убраться. И что если бы их не было, то всё шло бы гладко. Я не знаю, в самом ли деле они так думают или нет. Люди из комитета бдительности браво кричат, тренируясь на школьном дворе. Пока мы готовим завтрак. Кулагата Сану с заляпанной кровью крутки бодро раздаёт приказы. В койке на зоме Сан сидит на возвышении неподалёку, наблюдают за ними. Время от времени дышит на руки. Обычная утренняя картина. Послезавтра, как Кулагата Сана, рассказывает всем о том, что произошло вчера. И на что нужно обратить внимание сегодня. Он говорит, что один из пленников попытался бежать. И в результате чего пострадил он с членов комитета бдительности. О пленнике ничего не говорит, но я уверен, что его казнили. Затем он говорит, что запас топлива опасно снизился. И что нам нужно по возможности воздержаться от его использования. Также он говорит, что неподалёку видели людей из общества дайчи. Так что нам нужно постараться не оставаться в одиночестве снаружи. И даже на территории школы. Затем он говорит, что мы всегда держались под рукой свистки, которые нам раздали. Чтобы позвать их, если что-то произойдёт. Затем. После того, как он заканчивает, мы возносим безмолвную молитву. Безмолвную молитву за всех, кто погиб в этом конфликте. И на этом утренний ритуал заканчивается. А я иду помогать убирать и мыть посуду. Я думаю, этого недостаточно. Я подниму взгляд и виду Кокисан, который наполняет коробки для обедов едой. Это паки для членов комитета бдительности. Которые будут нести стражу снаружи. Кажется, нажаловаться, что порции слишком маленькие. Да правда, порции слишком малы для людей, которые много двигаются. Но этому у одной из фаворов находится объяснение. Просто в школе недостаточно еды. И все об этом знают. Кокисан впадает в бешенство. Это просто отговорка, в конце концов. Это еда для людей, которые нас защищают. Мы можем жить в мире благодаря тому, что они рискуют своими жизнями. Как думаешь, что будет, если комитет бдительности не сможет с места сдвинуться от голода? Когда на нас нападут? Как думаешь, что с нами будет, если мы проиграем? Я не по своей прихоти жалуюсь. Я говорю это потому, что не хочу, чтобы мы все испытали то, что принесла я. Посмотри на эту могилу. Разве это ужасно? Не ужасно. Если ты поняла, то будь-то внимательнее. Мы должны дать им больше, даже если сами получим меньше. Кокисан игноривая стремленно на нее взгляды, продолжает яростно возмущаться. Кажется, та, с кем она разговаривает, хочет возразить, но опасует. Она прокладывает слова и подчиняется. Старайся как следует! Хорошо. Бомбав разговор, она скрывает из здания школы. Оставит за собой скверное настроение. Грыч, она все время задержана. Она разряжена в эти тряпки. Бормочет женщина, раскладывающая еду по коробкам. Кажется, все настроены против Кокисан. Исподинно то, что она ей говорит правильные вещи, она не должна говорить их вот так. Многие считают, что она зазналась, потому что ее мужчина лидер. Никто не встает на ее сторону. Кокисан не пользуется популярностью. А некоторые также плохо говорят и Кувагати-сами. Ты так не считаешь, Саски-сан? Ее затруднение, я не чувствую враждебности Кокисану или Кувагати-сану. Я вообще не могу держать зло на других. Все же он удивительный человек, который в отличие от меня тяжело трудится ради того, чтобы жить. Это удивительный человек псих-убийца и маньяк практически. А та, сумасшедшая. Ну, в общем, два психа друг друга нашли, и так все нормально. Ох, я улыбаюсь, чтобы отклониться от ответа, но она настаивает. Я отвечаю честно. Я думаю, она просто излишне честна. Кроме того, ее мать в храме, так что у нее проблемы, которыми ей не с кем поделиться. Я не думаю, что это неразумно. Я не думаю, что сказал что-то из ряда вон уходящее, но оно у это задачено. Я понимаю, что на самом деле не хотят говорить о ней плохо. Они просто хотят чувствовать связь друг с другом, оскорбляя одно и то же. Может, я не настолько груба, как Хибари. Но мне также не нравится, что женское стремление – это отвратительная женская черта. Странно, но это напоминает меня, как мой класс в старшей школе. Может, мне лучше уйти отсюда вместе с Хибари? Поздно уже. После ухода Хибари я отвечаю за животных. Вот ваша еда. Я вхожу в загон и высыпаю сухой корм на снег. Обычные голодные собаки тут же сбегаются. Но сегодня их почему-то не так много. Подходит несколько приезжавшихся ко мне, но они только виляют хвостами, не глядя на еду. Они что, заболели? Даже если и так, я не думаю, что болели только свали во всех собак за одну ночь. Кроме того, они совершенно нормальные, заключением того, что кажется не голодной. Раздумывая, я нуждаюсь во внимание и гулажу собак. Я не очень люблю собак, поскольку не вижу в них ничего милого. У них острые зубы и движутся они быстро, как дикие звери. До сих пор удивляюсь, несмотря на то, что мы немного сблизились. Все эти животные, обладающие страшной силой, так радуются, когда я просто немного поиграю с ними. Почему им это нравится? И счастливы, когда хозяин касается их, потому что имеют общительную натуру? Даже если так, почему они принимают такую неуклюжую мезо своего хозяина? Я их просто не понимаю, как ни посмотря, никуда сильнее меня. Уверено, что если они захотят, то легко загрызут меня. Они в самом деле радуются от чистого сердца, или так пытаются притупить мою бдительность, чтобы потом сожрать. Я осторожно не слабляю бдительности, даже когда они невинно развятся. Собаки не люди, они не предают и... Не имеют корыстных мыслей. Но они в самом деле могут быть честными и послушными животными. Тогда я могу понять, что на самом деле милые. Я глажу собаку и вспоминаю хиберы. Она верна себе и мила, как эти животные. Что надо делать сейчас обнастанаму Рысанам? Они веселятся, проводят вместе незабываемые дни без единой живой души вокруг. Если так, то я немного ревную, но если нет, мне было бы никакой причины оставаться. Здесь они не попали в передрягу. Там Рысан, он забрал ее у всех на глазах. Это было так здорово, я даже немного завидую. Хотела бы я, чтобы Амалка-сан забрал меня туда, не знаю куда. Смутившись в своих мыслей, я кое-что замечаю. Собака, что всегда первая набрасывается на еду, что-то грызет. Этот пес по кличке Бинго. Страшный обжор, и у него привычка до бесконечности облизывать еду. Ясно. Кто-то подкармил их ночью. Они сыты, потому не едят. Да, все понятно, что им дали. Количество собачьей еды по сравнению с вчерашним днем не уменьшилось. А нормальной еды нам и самим не хватает. Первый вариант, Кувагата их траванул, дал пожрать отраву, чтобы они себе передохли, чтобы их не кормить. Второй вариант, общество дарящее дало им человечину, чтобы они, попробовав кусся человеческой плоти, стали набрашиваться на людей. Я подхожу к Бинго. Эй, выпилинг это это? А я заставляю его открыть рот, хватаю за челюсть, а ведь я привыкла к ним. Из собачьей пасти вываливается кусок красного мяса. Мясо? Откуда оно взялось? У нас есть мясо, но мы расходуем его экономно, поскольку это практически его не осталось. Кто-то тайно подкармливает собак мясом. Бывают люди, которые любят собак сильнее, чем я могу представить. В школе есть такой? Да нужно его как следует отругать. Я поднимаю кусок, чтобы осмотреть, что это за мясо, но от удивления роняю его. Это мясо не из наших запасов. Одна сторона красная, как и положено мясо. Он в другой стороне кожа. И столь хорошо знакомый мне человеческий ноготь. Это то, что все привыкли видеть. И что ни с чем нельзя спутать. Эту ночь мы поймали, пытавшегося сбежать пленника. Сплывают у меня в голове слова, сказанные этим утром кувагатой саном. Ох, это должно быть. Я чувствую, как колотится сердце. Ужасное чувство прокатывается вверх в позвоночник. Я сажаюсь на корточки, чтобы не было больно. Если я упаду, достаю из кармана ингалятора и впрыскиваю, содержая мой себе в рот. Закрываю глаза и жду, пока страшное ощущение в груди не утихнет. Кажется, пронесло. Я медленно открываю глаза и вижу, что собаки смотрят на меня. Я делаю несколько глубоких вдохов, успокаиваюсь и поднимаюсь. Теперь я чувствую себя нормально. Думаю, это скорее заслуга моего характера, а не лекарство. Бинго пытается подобрать то, что он выгонял, поэтому я поднимаю кусок мяса и выбрасываю его. Описав в воздухе параболу, он беззвучно падает. Наверное, похоронен теперь в какой-нибудь куче снега. Я присаживаюсь и вытираю пальцы о снег. Бинго приближается ко мне, свою вонючую морду начинает лизать. Чувствую ничуть, кроме того, что он меня лижет. Я слышу, как кувагата сан раздает команду на школьном дворе. Кажется, спор в зале располкался ребенок. Тихо падает снег, а ветра сегодня нет. Я позволю собаке лизать себе лицо, задаваясь вопросом, сколько еще это будет продолжаться. Моя правая рука, то, что восстановившаяся простая травма, опускалась. Стоило мне ослабить бдительность, и я не мог скрыть раздражение. Левая рука делала все возможное, чтобы исправить ошибки правой. Но работы было слишком много, и звучание все равно получалось странным. Один человек не сможет выполнить всю работу в парном забеге, и каждый из участников не может думать слишком много о другом. Каждый должен помнить, что цель – быстро бежать. Если оба будут думать только о цели, то вместе добьются успеха. Мои руки были обращены друг к другу фортепиано, дуясь на то, что о нем забыли. И как мои руки не старались, играло что-то неразумительное. Оно было очень капризным, и могло производить чарующие звуки, если мне удавалось этого добиться. Но бывало и такое, если его хоть немного раздавлять, фортепиано отвергало мои руки. Они двигались все более неуклюжим, музыка утекала из моих рук. Я должен лучше владеть обеими руками, ох, наверное, я слишком нетерпелив. Я слишком строг к своим рукам, должно быть, мои руки еще сильнее путаются, когда им так командуют. Это ощущение посетило меня впервые. Я испугался, поскольку никогда раньше такого не чувствовал. Спина покрылась холодным потом. Стоп, стоп! Я обернулся и увидел отца, а он печально смотрел на меня. Я думал, что его не будет в стране еще минимум полгода. Он вернулся, услышав о моей травме, не может быть, так не он. Отец подошел ко мне и с силой захлопнул крышку. Ты убог, что это? Это было ужасно, никогда больше не выступай. Заткни, заткни, чтоб тебя я многому научил тебя, хоть ты и виздарен. Но это была пустая трата времени. Как ты посмел так эгоистично оплачить травму? В оскорбительных словах не было ничего необычного. Но они глубоко запали мне в сердце. Моя исполнение их правда было ужасное. Я слышал, ты поехал и сам вернул одежду. Как глупо, а заработал травму, рыхнувшись из-за девчонки. Ты тупой? Я не тупой. Я не хотел никому включая отца ничего объяснять. На конкурсе я позаимствовал одежды у девочки. Но когда выступление закончилось, я хотел вернуть одежду, ее там уже не было. Я слышал, что она снялась в конкурсе. Оказалось, что она ждет его с нетерпением. Так почему же она не стала играть? Я объяснил ситуацию сотруднику и попросил дать мне ее адрес. Он попытался прийти в сторонность и сказал, что сам все вернет. Но я отказался, хотел отлично вернуть ей одежду. Это потому, что я был счастлив. Я всегда говорил эгоистично, как и в тот раз. Я никогда не думал, что другие могут меня понять. Даже не пытался объяснить. Я не слишком хорошо выражаю свои мысли. Так что они не поймут, что бы я не сказал. Но я не хотел отступаться. Не сказал совсем ничего. Так что я обычно говорил, то, что приходило мне голову. Вот и все. Но она выслушала меня. Она была первым человеком, кто сделал так, как я сказал. Я был счастлив, поскольку впервые в жизни мои слова кого-то достигли. В тот день мое выступление было лучше, чем обычно. Наверное, благодаря ей. Перед фортепиано у нее всегда было страшно и одиноко до тех пор, пока она мне не откроется. Но я смог ослабиться, видимо, из-за того, что на меня была ее одежда. Думаю, это была главной причиной. Поэтому я и хотел вернуть ей одежду лично. Я взял одежду, которую вернули из химчистки. Вызвал такси и отправился в путь. Граничная сказала, что поедет со мной, поскольку это слишком опасно, но я отказался. По дороге я думал, как мне поздороваться с ней, как поблагодарить. Я не очень хорошо умею говорить, потому что мне надо как следует все обдумать. А то она не поймет, что я ее благодарю. Я много раз выказывал в голове ее образ и тренировался. Даже в своем воображении я не смог толком ее поприветствовать. В конце концов, я смог правильно поздороваться. Она улыбнулась в ответ. А потом одежда залетела в воздух. Пейзаж за окном метнулся в непонятном направлении. Пронзительным звуком, что я услышал. Был виск тормозов. Одежда пытается улететь. Я протянул руку и схватил ее. В стоящий момент перед глазами потемнело, и я потерял сознание. Я только хотел поблагодарить ее за то, что она должна мне одежду. Я зло посмотрел на отца. Что это вообще за шуточки? Так выглядит она конкурс. Отец нервно хлопнул по фото пьяной ладонью. Ты ведь тоже так делал. Вспомни Берлин. У меня поразительно, я гений. Завопил отец. Может, это и звучало как шутка, но я знал, что он там вполне серьезно. Теперь заткнись. Я всегда говорю, что такой бездарности как-то нельзя делать ничего лишнего, чтобы заполучить хотя бы миллионную долю моего таланта. Я не такой, как ты. Я заиграл с женщинами, и со мной ничего не случилось. А ты сломал руку только потому, что проявил к ним интерес. Вы видишь, мы сильно различаемся. В этом и заключается разница между избранным и простыми людьми. Ты это и видишь? Ты ошибаешься. Прежде всего, я думаю, что ты никогда ни в кого не влюблялся. Заткнись, заткнись! Я не понимаю, о чем ты говоришь. В любом случае, тебя постигла божественная кара за то, что ты отвернулся от музыки. Я в этом уверен. Что, жалеешь, Лебер? Жалеешь, что увлекся девчонкой? Да? Не жалею. Я поступил правильно. Отец суркнул. Хм, понятно. Ты прав. Так вот, что тебе нужно? Уходит, потерять музыку для тебя ничего не значит. Тебе важна только эта девчонка? Как мило. Думаю, ты к лучшему. Но ты теперь не сможешь играть. Теперь ты можешь тратить свою жизнь на банальную любовь и счастье. Так самый зурядный человек. Ты кусок дерьма. Делаешь, что хочешь и живи долго. Ты лишь один из этих людей. Я этого не говорил. Я люблю музыку. Сильнее чего бы ты ни была. Тогда это что значит? Твоя рука больше никогда не будет прежней, правильно? Так сказал врач. У тебя нет будущего. Сколько бы ты ни репетировал. Отец. Выказывая ярость, топнул ногой. Я не жалею об этом. Потому что я прав. Поэтому я не сдамся. Я не сделал ничего неправильного. Так что все в моих руках. Однажды я вернул былое мастерство. Как бы серьезно ни была травма, я буду стараться, даже если это займет годы. И музыка будет даже прекраснее, чем была бы. Если бы я не получил травму. Так что я не жалею. Я не хочу ничего менять. Я верю в себя, как и прежде. Бесполезно, бесполезно. С тобой все кончено. А если ты любишь фортепиано, тем хуже. Ты не сможешь играть на своем прекрасном фортепиано, как ты желаешь. Прекрасная музыка? Ты просто больной неудачник. Фортепиано никогда не застонет под твоими корами пальцами. Как не любви ты его. Как не ласкай самые чувствительные места. Ты можешь мастерировать всю жизнь, лаская холодные клавиши. Вот твое место. Ты ошибаешься. Я тебе не верю. Я не волнуют, веришь ли ты мне или нет. Я говорю тебе правду. Утраченное от тобой не вернется. Сломанное не починишь. Можешь только выбросить. Я теперь никчемный мусор. И не смею открывать рот. Это не правда. Это не может быть правдой. Ха, тогда делай что хочешь, но мне ты больше не нужен. Это ты можешь разуметь. И не только мне. Никому в мире не нужен бездарный выступление пианиста со сломанной рукой. Твой единственный талант играет на фортепиано, так что твоя жизнь кончена. Мне нет смысла. Тебе незачем жить. Сдохни. Я не умру. Меня не волнует, что я тебе не нужен. Я не отступлюсь, даже если все в мире скажут, что не нужны. Я и моя фортепиано. Однажды я точно. Невозможно. Ты потерял не только руку. Ты потерял что-то куда более основополагающее. Ты ведь знаешь это. Твое сердце чувствует, что может быть что-то важнее фортепиано. И ты чувствуешь гнев того грандиозного, что ты предал. Правильно? Я не знаю. Врешь. Ты боишься. У тебя ноги дрожат. Собираешься расплакаться? Потому я ненавижу детей. Они не знают, когда им следует отступиться. Как стыдно. Меня тошнит от одной мысли, что у тебя моя кровь. Слушай, я скажу тебе еще раз. Ты не сможешь винуть то, что потерял. Ты не сможешь исправить свою ошибку. Сколь бы незначительным не было преступления, если ты предашь себя еще раз, то все, что тебе останется, это умереть. Это абсолютно истина, существующая с момента сотворения небес и земли. Не может быть отвинена. Вот почему в мире существует отчаяние. Ты видел взрослых, плачущих, как дети, из-за своего заврядного счастья? Знаешь, почему умные и сильные люди становятся глупыми, безвольными существами перед лицом людей, которые их не любят? Ты когда-нибудь задумался, почему главная таинственная религия – банальное прощение? Это мир ад. Проклятому мальчишке у тебя это не понять. Но он не так уж прекрасен. Так почему ты предал себя, несмотря ни на что? Почему ты забыл о себе? Я думал, что много раз говорил тебе это. Ну что ж, на этом мы заканчиваем очередную серию похождения с Ван Сунга. Всем большое спасибо и пока-пока.